Здравствуйте, зрители и подписчики нашего канала. Во Второй мировой войне участники конфликта активно использовали бронетехнику на полях сражений. Самую главную роль в успешности действий того или иного подразделения танков ИСАУ играли хорошая подготовка и опыт экипажей. Однако и превосходство в технических характеристиках также могло дать существенное преимущество. Так, у тяжелых танков главные параметры это мощность орудия и защищенность экипажа. Мы составили свой рейтинг, какой же тяжелый танк обладал самым мощным и опасным орудием, на какой максимальной дистанции танк мог вести бой, не входя в зону действия ответного огня противника. Итак, на шестом месте КВ-85. Да, он не смог попасть в пятерку танков, но все же мы решили начать именно с него. И вот почему. КВ-85 был разработан конструкторским бюро опытного завода номер 100 в мае-июле 43-го года в связи с появлением у противника новых тяжелых танков «Тигр». КВ-85 был принят на вооружение 8 августа 43-го года и серийно выпускался на Челябинском Кировском заводе до октября того же года включительно. Всего завод построил 148 танков КВ-85, которые активно применялись в боевых действиях 44-го года. Основным вооружением КВ-85 являлась 85-мм танковая пушка образца 43-го года Д-5Т. Орудие монтировалось на цапфах в башне и было полностью уравновешено. Сама башня с орудием Д-5Т также являлась уравновешенной. Ее центр масс располагался на геометрической оси вращения. Пушка Д-5Т имела вертикальные углы наводки от минус 5 до плюс 25 градусов. При фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки, так называемая ювелирная наводка. В состав боекомплекта включались следующие унитарные выстрелы. БР-365 с топоголовым бронебойным снарядом с начальной скоростью 792 мс. Остроголовый БР-365К. Подкалиберный БР-365П с начальной скоростью 1050 мс. Осколочная стальная граната О-365. Бронебойный снаряд БР-365П на расстоянии 500 м бронеплиту толщиной 111 мм. На расстоянии 1000 м 102 мм. Подкалиберный снаряд БР-365П на расстоянии 500 м по нормали пробивал бронеплиту толщиной 140 мм. Командир для наблюдения за местностью использовал поворотный перископический наблюдательный прибор МК-4, характеристики которого позволяли обнаружить цель типа танк на расстоянии до 1 км. Для наведения орудия на танке были следующие прицелы. Телескопический прицел 10Т-15 с увеличением в 2,5 раза. Перископический прицел ПТ-4-15 с аналогичной кратностью. Телескопический прицел 10Т-15 мог быть заменен на шарнирный телескопический прицел ТШ-16 с увеличением в 4 раза. Таким образом КВ-85 стал первым советским танком, способным бороться с тяжелой немецкой бронетехникой на дистанциях до 1000 м. Дульная энергия орудия Д-5Т превосходила аналогичный показатель пушки Пантеры КВК-42 и не сильно уступала пушке Тигра КВК-36. Кроме того, пушка Д-5Т не была оборудована дульным тормозом, а значит танк меньше демаскировал себя при выстреле. Вместе с тем следует отметить, что качество изготовления советских бронебойных снарядов было ниже, чем у немецких, поэтому Д-5Т уступала в бронепробиваемости обоим ранее упомянутым немецким орудием. Пятое место. Панцер Кампфваген 6 Тигр. Главный калибр Тигра пушка 8,8 см КВК-36. Танковый вариант зенитной пушки ФЛАГ-18-36. 88-мм пушка КВК-36Л-56 не имела сколь-нибудь существенных проблем в поражении любого бронеобъекта стран антигитлеровской коалиции на любых дистанциях и ракурсах боя. И только появление ИС-2 со спрямленной бронеплитой сделало эти проблемы действительно серьезными. 75-мм броня советских танков КВ-1 при определенных условиях могла выстоять против 88-мм снаряда, но учитывая слабость вооружения КВ-1 против брони Тигра, это в ситуации открытого боя на дальней дистанции в целом не давало первому сколько-нибудь заметного шанса. Тигр совершенно спокойно мог поразить КВ-2, а если надо, то и последующими попаданиями. Кроме того, бинокулярные прицелы ТЗФ-9Б, монокулярные прицелы ТЗФ-9С с кратностью до 5 во втором случае обеспечивали Тигру достаточно точное наведение орудия. Следует также отметить и тот факт, что характерным для немецких боеприпасов бронебойного действия являлось использование унифицированных в различных калибрах снарядов, снаряжаемых в гильзер отличной длины. Наиболее распространенным типом бронебойных снарядов являлся снаряд с индексом Панцерграната 39, имевший несколько модификаций, отличавшихся незначительными изменениями. Например, модификация 8,8 см Панцерграната 39,1 отличалась использованием более качественной стали. Модификация Панцерграната 39,43 в том же калибре отличалась более прочными ведущими поисками для предотвращения срыва снаряда с нарезов канала ствола при действии высокого давления. Бронебойные наконечники снарядов Панцерграната 39 имели сложную форму передней поверхности с приподнятой центральной и периферийными частями. Последние по форме и назначению напоминали противорикошетное кольцо, приподнятые выступы которого обеспечивали закусывание и нормализацию снаряда на броне при углах соударения, превышающих 45 градусов от нормали. По табличным немецким данным, Тигр в боевой обстановке с вероятностью 74% поражал бронебойным снарядом Панцерграната 39 цель типа танк с расстояния 1500 метров. Бронепробиваемость при этом составляла 90 мм. При стрельбе подкалиберным снарядом с карбид-вольфрамовым сердечником с такого же расстояния пушка пробивала 123 мм брони. На дистанции 2 км вероятность поражения танка была ниже 50%. Четвертое место. Панцеркампфаген 5 «Пантера». Была вооружена орудием меньшего калибра, чем Тигр и по немецкой классификации считалась танком со средним вооружением. Однако в советской танковой классификации «Пантера» считалась тяжелым танком, как у союзников, поэтому засчитаем ее как тяжелый танк. Тем более, что танковая пушка КВК-42 была не менее опасной, чем пушка Тигра. Главной особенностью этого орудия является высокая начальная скорость снаряда, связанная с большей длиной ствола и значительной массой метательного заряда 4,09 кг, размещенного во вновь разработанной гильзе увеличенного объема. Этим обеспечивались настильность стрельбы и, соответственно, высокая точность и хорошая бронепробиваемость. На «Пантеры» устанавливались хорошие прицелы, обеспечивавшие точность и дальность стрельбы на дистанции до 2000 метров. Так «Пантеры» модификации «Д» оснащались бинокулярным телескопическим ломающимся прицелом ТЗФ-12. На танке модификации «А» и «Г» ставился более простой монокулярный прицел ТЗФ-12А, представлявший собой правую трубу прицела ТЗФ-12. Бинокулярный прицел имел кратность 2,5, монокулярный – переменную кратность 2,5 или 5. При изменении угла возвышения орудия отклонялись только объективная часть прицела. Окулярная же оставалась неподвижной. Благодаря этому достигалось удобство работы с прицелом на всех углах возвышения орудия. По немецким данным, бронебойный трассирующий остроголовый снаряд «Панцерграната» 39-42 пробивал 88 мм брони с дистанцией 2000 метров. Подкалиберный снаряд «Панцергранаты» 40-42 с такой же дистанцией пробивал 106-мм бронелист. Таким образом, КВК-42 превосходила пушку 8,8 см КВК-36, основное вооружение танка «Тигр», на дистанциях стрельбы, приближенных к 2 км. По поводу третьего и второго места возникли серьезные сомнения. Два тяжело бронированных монстра никак не хотели сдавать свои позиции, но мы решили поставить на второе место танк армии победителя. Было и еще ряд причин, но о них мы расскажем потом. На третьем месте «Панцеркампфваген-6 Аус-Б Тигр-2» или «Королевский Тигр» – последний серийный тяжелый танк нацистской Германии. Благодаря мощной 88-мм пушке был способен эффективно поражать огнем все танки, используемые во Второй мировой войне антигитеровской коалицией в пределах дистанции прямого выстрела. «Тигр-2» является одним из немногих примеров в практике мирового танкостроения, когда не орудие проектировалось для танка, а танк для орудия. Таковым являлась 88-мм нарезная танковая пушка 8,8 КВК-43Л-71, созданная на базе 88-мм зенитной пушки образца 1941 года. Ряд экспертов с обеих противоборствующих сторон были склонны считать КВК-43 самой мощной пушкой своего класса. Бронепробиваемость орудия на дистанции 1500 метров при угле встречи в 60 градусов составляла 148 мм. В боекомплект входили унитарные выстрелы с калиберными и подкалиберными бронебойными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. Для наведения на цель спаренной установки из орудия и пулемета на танках ранних выпусков использовался бинокулярный шарнирный телескопический прицел ТЗФ-9Д-1, в дальнейшем замененный монокулярным ТЗФ-9Д. Качество прицельных приспособлений позволяло добиваться попадания на дистанции до 2500 метров. Не вызывает сомнений и тот факт, что Королевский Тигр дуэльно превосходил все танки как по бронированию, так и по точности бронепробиваемости орудий. Однако, во-первых, подобные столкновения лоб в лоб один на один были весьма редки. Во-вторых, к концу войны советские войска уже имели определенный опыт борьбы с немецкой тяжелой бронетехникой. Советские танкисты старались вести маневренный бой, для которого Тигр-2 подходил менее всего. К примеру, при обследовании Королевских Тигров, подбитых в ходе Блатонской операции, было выяснено, что 90% попаданий приходилось в бортовые и кормовые броневые листы. Однако, как показала история, у Королевского Тигра был очень опасный соперник. Этот танк не предназначался для уничтожения других танков в обороне или засаде. Это так называемый танк прорыва, для поддержки пехоты в наступлении и уничтожении долговременных огневых точек. Самый мощный и наиболее тяжело бронированный монстр из всех советских и союзных серийных танков периода войны и один из сильнейших танков на то время в мире – ИС-2. Мы признаем, что дуэльное сравнение Королевского Тигра и ИС-2 не вполне корректно. Однако, так как они сталкивались в боевой ситуации, то считаем, что при приблизительно равных боевых характеристиках этих танков, танк прорыва заслуживает более высокого места в рейтинге. Итак, ИС-2 был вооружен 122-мм танковой пушкой, которая являлась самым крупнокалиберным серийным танковым орудием Второй мировой войны. Ее дульная энергия составляла 820 тонн метра, тогда как у 88-мм пушки КВК-43 немецкого тяжелого танка Тигр-2 она равнялась 520 тонн метра. Дополнительным преимуществом ИС-2 была большая мощность фугасного 122-мм снаряда, что позволяло добиваться положительных результатов при стрельбе по вражеским броницелям. Стоит отметить, что разрушительное действие фугасного снаряда усиливается при его падании под углом по сравнению с поражением по нормали. Так, осколочно-фугасная граната ОФ-471 при стрельбах в кубинке по Тигр-2 при попадании выводила из строя элементы трансмиссии последнего и разрывала сварные швы лобовой части. По чисто фугасному действию 122-мм снаряд в три раза превосходил однотипный немецкий 88-мм осколочно-фугасный снаряд. Кучность боя 122-мм пушки Д-25Т как минимум не уступала зарубежным орудиям. Среднее отклонение 122-мм бронебойного снаряда от точки прицеливания при стрельбе с места на дистанции 1 км составило 170 мм по вертикали и 270 мм по горизонтали. Советские тесты 88-мм пушки КВК-43 при тех же условиях дали отклонение 200 мм по вертикали и 180 мм по горизонтали. Неплохие результаты демонстрировал ИС-2 при стрельбе сходу. При испытаниях в кубинке на дистанции 700 метров ИС-2 попал 4 раза из 5 по танку «Пантера» и 2 из 3 по танку «Панцеркомфаген-3». По табличным данным, то поголовый калиберный бронебойный снаряд БР-471Б на дистанции 3000 метров пробивал по нормали 105-мм бронелист. Для ведения огня ИС-2 оснащался телескопическим ломающимся прицелом ТШ-17 для стрельбы прямой наводкой. Машины ранних серий также оснащались перескопическим прицелом ПТ-4-17, однако впоследствии он был упразднен, а на его место был установлен еще один прибор МК-4. Следует отметить, что ИС-2 был оснащен и хорошими приборами наблюдения, позволявшими обнаруживать танки на больших дистанциях. Кроме того, мощное вооружение ИС-2 косвенно увеличивало его защищенность, вынуждая танки ИС-2 противника открывать по ИС-2 огонь с более дальней дистанцией по сравнению с боем с любым иным советским танком. Интересный факт. В начале ноября 1944 года на полигоне в Кубинке был обстрелян трофейный тяжелый танк Тигр-2. 122-мм остроголовый снаряд пушки Д-25Т пробивал верхнюю лобовую деталь 600 метров. Собственная пушка Тигр-2 справилась с этой бронепреградой с 400 метров, а 75-мм пушка Пантеры пробила лоб Тигр-2 со 100 метров. Ну вот и все танки закончились. Подождите, но кто же на первом месте? У какого танка была самая тяжелая длинная рука, которая могла дать самую увесистую затрещину? Ну конечно же, это забытый старичок довоенной разработки КВ-2. Вы забыли про него? А мы нет. Конечно, показушные фотографии брошенных КВ-2 в 41-м году, впоследствии захваченных немцами и обстрелянных уже не в боевой обстановке, сильно омрачают выдающиеся характеристики этой машины. Но все же они были. На танке КВ-2 устанавливалась 152-мм танковая гаубица образца 38-40-го годов М10Т, танковый вариант полевой гаубицы образца 38-го года М10. Гаубица М10Т монтировалась на цапфах башни и была полностью уравновешена. Орудие имело вертикальные углы наводки от минус 3 до плюс 18 градусов. При фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки, так называемая ювелирная наводка. Для ведения огня КВ-2 оснащался двумя орудийными прицелами. Телескопическим ТОД-9 для стрельбы прямой наводкой и перископическим ПТ-9 для стрельбы с закрытых позиций. Для обеспечения возможности огня в темное время суток шкалы прицелов имели приборы подсветки. Таким образом КВ-2 мог вести огонь даже не входя в зону поражения любых противотанковых средств. Боекомплект орудия составлял 36 выстрелов раздельного заряжания. Штатный боекомплект КВ-2 был ограничен только одним видом боеприпасов. Осколочно-фугасная стальная гаубичная граната ОФ-530 массой 40 кг. Однако на практике в обстановке хаоса лета 41 года из-за отчаянного положения с обеспеченностью КВ-2 положенными по штату боеприпасами применялись любые виды 152-мм гаубичных снарядов, подходящих гаубиц М-10, которые только удавалось найти. То есть могли использоваться как бетонобойные снаряды Г-530, так и осколочные гаубичные гранаты сталистого чугуна О-530А, зажигательные снаряды, старые фугасные гранаты. Бронебойность снарядов танковой гаубицы М-10Т в доступных источниках не приводится, однако на практике ей было по силам пробить броню любого бронеобъекта вермахта в 41-м и начале 42-го годов. Бронепробиваемость морского полубронебойного снаряда образца 15-го-28-го годов составляла 72 миллиметра стали с расстояния 1700 метров. Гаубичные гранаты 530-го семейства КВ-2 по табличным данным мог посылать на 3-3,5 тысячи метров, при этом прямого попадания в танк и не требовалось. При разрыве такая граната образовывала пятно фронтом на 70 и протяженностью 100 метров, насыщенная осколками, прошивающими броню от 20 до 40 миллиметров. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, какой по вашему мнению серийный тяжелый танк военного времени обладал самым дальнобойным и мощным орудием. И обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось.